так и будет все интересно почему будет интересно у нас сейчас разговор будет неторопливый грамотный интересный и познавательный и разговаривать мы будем каждую недельку потому что я хочу чтобы магнитогорск весь магнитогорск не только магнитогорск но и наш пригород пил качественное пиво потому что потому что она у нас есть мы просто про это дело немножко забыли давайте все-таки вернемся на круги своя давайте все-таки вернемся к первоначальному источнику что такое пиво к сожалению вы не читали библию а надо почитать и библии ничего не говорится но в магнитогорске у нас на южном урале какая может быть штука из разряда того что дает нам господь бог то есть мы не можем вино здесь вино это еще надо найти человека найти 2 сорт винограда который будет здесь расти у меня мой дядя этим делом занимается у меня получается отличное просто изумительное но это не на большого количества человек то что касаемо остальных вещей и вы думаете что вы зайдя в любой сетевик зайдя в любой магазин будете пить что-то хорошее бред сивой кобыла что нам необходимо мы должны жить как это было свое время когда ты выжигал себя это лично так получается то есть пенсионерам не должны существовать в природе своей особенно сегодня сейчас я противник этого дела давайте все-таки определимся кто вам дает то самое качество кто дает вам возможность кушать удовольствие это удовольствие можете пробовать постоянно никто не говорит что это нужно выпивать большое количество пива нет в принципе достаточно 3 кружечка 3 кружечка пива сколько это 05 полторы тысячи рублей полтора литра не более того как полторы тысячи рублей что-то загнул то есть в принципе в принципе этой суммы в 200 рублей вам хватит что вы спокойненько почувствовали ну чуть-чуть с небольшим и получили то что должно быть где все это дело продается есть у нас магнитогорске предприятие где вы точно будете пить верхнеуральское пиво да 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 оно и так и называется барберк те самые вкусные и изумительное удовольствие но есть по городу в принципе потом следующий у вас вариант следующем через некоторое время мы сюда приедем естественно я потом все это дело вам покажу где вы можете все это дело вкушать пришли взяли качественное пиво что такое пиво вообще тема весьма интересная правильно тема весьма интересная потому что у нас пиво настоящего не существует в природе ладно хоть магнитогорске есть пивной завод просто из разряда тех событий про которых не каждый вам первый будет говорить я расскажу свое время свое время в городе магнитогорске настоящее было пиво привозное не никакое а качественное пиво так вот сама по город магнитогорск он имеет несколько своих главных показателей это лучшая вода лучшая колбаса и лучший черный хлеб но магнитогорская вода она не предрасположена для того чтобы это было хорошее пиво у нас есть пивной завод вопросов нет но я то самое пиво пью и получается что у меня кишечник начинает взбудораживаться сразу же если честно то что потом получается после того как я выпил немного пива то есть я пошел туда куда в принципе ходить не нужно в гальюн по большому то есть там уже было не гальюн по большому гальюн и все все что было когда я пью верхнеуральское пиво все вполне красиво и ровно никаких проблем со стулом не возникает понимаете о чем я говорю мало того как бы вам сказать то если мы будем брать все пиво местного и не местного разлива то его не существует природе потому что это бизнес бизнес на вас вы платите деньги получаете димедрол со спиртом и ходите такие все кривые когда вы пьете верхнеуральское пиво это идеальный вариант много не нужно спокойненько получили легкое удовольствие будет с другой стороны да 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 это это безупречности почему я назвал данный сюжет лучшее пиво вы думаете что я не пил пиво нигде ну во первых это бред сивой кобылы первоначально лучшее качественное пиво мы пилим соединенных штатах америки да там было вообще все красиво и ровно потом была великобритания потом была германия но это из моих командировок в которых я участвовал в бытность еще магнитогорском корпунке чгтрк а потом мы стали немножко другими но тем не менее а другие вещи другие вещи куба где еще был финляндия где еще был франция где еще я был ну так что было понятно да ну в турция был очень много вопросов нет но это все немножко другое а где еще был в японии я был где был естественно я был в китае где был на кубе то есть ну так неплохо стран то я поизъездил то я был странах капитализма и социализма так вот в странах социализма социализм то бишь это китай это куба вот там все красиво и ровно там все идеально там на вас бабки не зарабатывают это им не нужно вы должны там жить но в странах германии я пробовал тамошнее пиво но мне оно не понравилось вы знаете если я говорю не понравилось но не здесь не понравилось а что касаемо города магнитогорска да это было раньше но сегодня сейчас специалисты все-таки вам сделали то самое качественное удовольствие вернувшись к тому самому источнику откуда всегда было ваше качественное пиво почему это было именно здесь верхневральске потому что в свое время был такой очень хороший товарищ сейчас я конечно запомню и потом мы будем работать и объяснять это дело постоянно и для вас естественно так вот было несколько человек человек умных красивых и замечательных один из них был фон бакана так вот этому фон бакана дали возможность посмотреть что такое река под названием волга небольшая такая река никакая и был такой товарищ под названием ромсдорф тоже немец которому дали другую реку которая впадает куда что река урал падает каспийское море что волга впадает в каспийское море они не пересекаются так вот фон бакана ездил по всей волге и сказал что только самаре поставил свой замечательный пивозавод вы думаете что он не везде работал нет на везде работал везде копал аромсдорф поехал по реке урал вы думаете что он по реке урал нигде не копал он везде копал понимаете ему нужно было сделать качественный вариант и вот эти два замечательных человека оба были подданными естественно тогда еще самой самого государства такого-то и не было но всегда пруссия говорила о том что качественно пиво должно быть только там я не противник самого прусска пил потому что я его пил но качество далеко не то что здесь понимаете здесь конечно удовольствие и они везде и всюду посмотрели и рамсдорф как же как и фон бакана сделали два варианта то есть они все это дело проехали сказали что только верхнеуральски должно быть пиво и только должно выпила жигулевская в самаре свое время свое время когда мы брали то самое жигулевская пиво она продавался в магнитогорске естественно то свое событие не подразумевала под названием откуда она сегодня сейчас жигули это только самара потому жигулевские горы они прямо выходят на самару красивое место вопросов нет и фон бакана тоже отличное место но то что оказалось здесь и мы в свое время пили жигулевское пиво но жигулевское пиво магнитогорское было невкусным но она была своеобразная пиво не идеал естественно белорецкое пиво тоже было жигулевское среднее но самый топ самый аромат самое удовольствие было когда нам привозили пиво из верхнеуральского завода тогда не было ничего тогда пиво хранилось семь дней то что вы сейчас пьете растворимый димедрол со спиртом вы посмотрите сроки годности срок годности это год или несколько лет это пиво не существует природе своей потому что оно невозможно она не может столько существовать в данном случае пиво которое производится заводом карлсберг город верхнеуральск вот она немножко дольше хранится по одной простой причине есть такой ура закон гесса не помню как но из той же оперы то есть при увеличении температуры на 10 градусов скорость химической реакции возрастает два раза примете но в данном случае пиво которое отсюда забирается она хранится в их холодильниках а холодильнике это 4 градуса то есть вы понимаете да то есть температура в два раза холоднее чем то самое пиво то самое пиво брали семь дней она хранилась в семь дней там был уже осадок то есть его нельзя было пить вы не помните я вам это дело рассказываю это все вернулось на круги своя она есть здесь сегодня и сейчас вы можете это сделать никаких проблем нету просто взяли полторушечку и положили в холодильник в холодильнике прохлада то есть полу постоит она никаких проблем не будет но если это пиво вы просто оставите его на где-то грубо говоря когда температура будет такая же как вашим местожительстве то есть плюс 25 плюс 27 градусов она также через 7 дней прокиснет понимаете чем я говорю это идеальный вариант и это идеальный вариант есть на верхнеуральском пивном заборе мало того это есть то же самое верхнеуральском тоже самое пиво в вагнитогорске я вам потом покажу вы все это дело увидите естественно и тогда вы поймете что вот это качественное пиво а теперь небольшой вариант я вам покажу то место откуда все началось хотите поехали а теперь садитесь поудобнее по сути я не блогер и по мне честно то фуфло я пытаюсь разобраться с историей история для меня с детства был топ по части я люблю историю и ненавижу то что с нами сделали за 32 года точнее больше не нужна не перестройка нужно было нормальное творчество это и было прописано андроповым это была история а есть другая история города лучшего города верхнеуральска правда в этой истории будет и развал и новое становление все это произошло вокруг одной точки а это гора извоз и точка лучшего верхнеуральского пива история была примерно одного времени фон бакан и реймсдорф это были чистые пивовары и тогда при александре третьем миротворце в российской империи произошло чудо мы по сути стали лидером всего мира две реки текут в европе первая волга третий урал не забывайте уральцы где мы живем так и тому и другому был выдан сертификат и они начали бурить и нашли то место фонд бакана в самаре реймсдорф верхнеуральске и вот тогда появилось чудо отечественное безупречное пиво и теперь про магнитогорск город не угор а в предгорье вода отличная но не для пива еще в 1988 году и ну и чуть позже были три завода магнитогорск белорецк и верхнеуральск качество именно такое никакое пиво наше лучше белорецк и чудо верхнеуральск дальше и вы не поверите разнесли в как у пивное предприятие и в магнитогорске и в белорецке и верхнеуральске из чистых детей советского союза сделали злобное быдло вот результат за последние 20 лет это вот то самое древнее место здесь в этом месте было то самое вкуснейшее пиво за 30 лет все в лохмотье ну молодцы что я могу сказать в магнитогорске тоже самое есть но наконец таки мы вернулись на круги слоя и давайте поделимся вот в этом месте в свое время ропсдорф сделал ту самую пивоварню это пиво конечно хранилось и было изумительным других вариантов быть не могло и мы это пиво пили отсюда за 30 лет все в лохмотье то есть это была та самая процедура когда мы могли понимать что верхнеуральск нас поил магнитогорске наша пивоварня была но она по моему в том же состоянии осталось то есть все в лохмотье все в лохмотье и давайте все таки определимся с какой глубины ропсдорф качал воду глубина это отсюда скважина 120 метров когда мне говорят магнитогорске что вы можете свою скважина какая у вас скважина то есть ну редкий человек скажет что где-то более 50 метров нет гораздо ближе но не то удовольствие вроде своей но нельзя и магнитогорске приготовить то самое пиво не я вам говорю это он говорил тот человек который этим делом и занимался именно поэтому он приехал в верхнеуральск именно поэтому с той же скважины качает другой качественный современный уникальный пивной завод удовольствие от которого вы можете попробовать пробовать его надо необходимо делать это постоянно забудьте про остальное пиво его нету это чистый растворимый димедрол нужно вам я не думаю не нужно чтобы у вас каждое утро глаза сверкали они глаза болели от этого самого димедрол с алкоголем не нужно этого делать вы будьте человеками а не будьте того что из вас сейчас делают прекратите быть злобным быдлом вы не такие ничего ничего станет вкуснее и только благодаря магнитогорцам почему город мой любимый потому что я знаю тех кто любит родину вот кому при жизни памятники ставить надо они потом кто делает историю магнитогорска и верхнеуральска самое главное я их знаю и мне не надо рассказывать что лучшее первоначально это наша жизнь а без кислорода она немыслимо как и без воды без удовольствия а это лучшее пиво не димедрольно алкогольная отмороженная всех сортов коей заполнили все магазины города вам нужно качество так вот оно теперь возникает вопрос да огромное спасибо огромное спасибо тому человеку который все это дело сделал для вас их несколько они мне в действительности нравятся то есть они вам продемонстрировали что вы можете пить тот самый аромат который был здесь всегда скважина на том же самом месте ее просто возвели и сделали идеальный вариант для вас вы хотите посмотреть что делается теперь будет другой вариант есть понятие солод да не будем говорить что в магнитогорске в большом количестве всякие эти пивоварни и пивные заводики которые вам говорят попробуйте попробуйте сделайте все это дома не получится потому что у вас нет той самой воды уж за водой проще приехать сюда в принципе вы можете здесь 19 литров бутылки взять и сделать себе дома ту самая то самое качественное пиво которое должно было быть но не тот и вариант поверьте мне потому что солод здесь весьма интересный покажем вам сейчас конечно вопрос простой где хмель ячмень солод где все это спасибо в то вы размолотили все село кроме башкортостана татарстана из нормальной страны в которой аграрии жили достойное и качественно причем уровень зарплат был выше чем в городах аурсы это было что-то вы развернули мега стройки и опустили человеков огромное спасибо то есть этого уже на уровне нет и не будет конечно айтишники кровь из носу должны сесть на комбайны и селки поэтому весь сорт солода и лучшее из мест крутых из бельгии клево да 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 вот такой солод очень вкусный и качественный солод и вы знаете давайте все таки определимся из каких солодов вы пьете это дивное пиво так вот эти солода не производится в российской федерации но вы же помните все это дело как с чего все дело то и началось да то есть почему мы стали злобным быдлом очень все это дело было плохо естественно и никому не нужно было но тем не менее вы даже обратите внимание что случилось у нас то есть даже качественного солода в российской федерации нету в природе своей кто-то может сказать что да 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 но это только сейчас сейчас когда мы начали пытаться прокормить себя мы пытаемся вопросов нет но когда все это дело вернется на круги своя когда все это будет красиво и ровно вот это возникает вопрос что касается пивоваренного завода верхнеуральского то солод здесь брался естественно и с чехии из германии из баварии естественно в данном случае этот солод из бельгии круто да то бишь вот это то самое удовольствие откуда она и появляется мы не будем говорить что есть дивные товарищи у которых они даже солодом ничем не занимается бред силой кобылы то что продается везде и всю ну бред бред вот так его надо покупать и по сути событий когда мы говорим о количестве деньгов давайте все-таки определимся либо вы покупаете идеальный вариант который стоит ну пусть 05 стоит даже в два раза дороже 05 это небольшая сумма поверьте мне но вы получаете вах или получаете я считаю что вам не нужно вам нужно пах и поэтому идем туда где продается исключительно верхнеуральское пиво причем здесь верхнеуральский есть не только вот этот завод есть еще один но мы вам покажем то место где она продается не торопитесь все будет красиво и ровно потому что вы должны понимать что вот так это все работает я бы сейчас попробовал потому что удовольствие она отсюда поднимается бродит а потом спокойненько вы это дело получаете вот в чем суть в этом качественном солоде и это качественный солод и такой качественный солод есть не в каждой пивоварне поверьте мне по сути событий только в одной магнитогорской верхнеуральской пивоварне есть такой солод но может быть фон бакана но я там еще не был хотя с другой стороны давайте все-таки определимся где есть качество там есть изумительный вариант а вам не надо торопиться сейчас вовнутрь я не знаю как тут работают но аромат хмеля и солда это уникальность ощущение желания есть постоянное перебороть чрезвычайно сложно честно аж кишки прессуются настолько это вкусно и еще раз говорю будет еще неоднократно и будет у нас возможность очаровываться этим постоянно мы вернулись на круги своя но с лучшим результатом вы разбили старые а мы вернули новое вот благодарность неземная за неземное пиво из истории настоящего ни один сорт пива даже крученого не стоит рядом с верхнеуральским пивом ни один честно честно и из топов я был в лучших а это чудеса капитализма сша великобритания германия япония ни один из средних помеси и того и другого и не турция египет таиланд мекки туризма ни один из топа моего любимого коммунизма а это китай и куба ни один из топа российского и это только самара но другое тоже вкусное вы понимаете о чем я не говорю о финляндии франции латвии украине белоруссии азербайджане и грузии чуть-чуть помотался как то так пришлось все варится и скоро вам будет варка будет будет спирта здесь нет нет и все просто нет все в строгом соответствии с правилами лучших пивоваров никаких примочек заставляющих использовать проточную бытовую воду с добавлением спирта и димедрола нет в природе кушать его в сетевиках и в магазинах это не правда правда это безупречное качество нескольких сортов изумительного пива от извоз горы верхнеуральская давайте все-таки определимся это делает далеко не каждый это невозможно сделать в природе своей сюда нужно было вложиться и люди вложились и вы получили то что нужно теперь вопрос сколько это пиво делается это пиво не делается потому что сюда не добавляется никакое сусло здесь все варится идет процедура дробления мы чуть чуть позже вам все это дело покажем как все это делается и красиво и ровно но даже сегодня сейчас я аромат чувствую и вы не представляете насколько сложно сюда зайти мне так и хочется уже что-то перекусить потому что я знаю что получается да через некоторое время то есть первоначально это все делает далеко не быстро но это идет та самая работа я очень сильно сомневаюсь что как бы вам сказать в наших магнитогорских магазинах вам продает сусло да это неправильно это не должно быть потому что сама процедура пиво варенье это не трехсекундное дело вообще не трехсекундное дело как бы вам сказать ну наверное из той же оперы но чуть чуть длиннее эта процедура варенье не варенье эта процедура виноделия но сколько сюда вложено средств сколько вложено умов сколько вложено в том числе и денег то бишь где вы это сможете увидеть да нигде только смотря мой телевизионный канал потому что я вам показываю этот вариант изумительного приготовления исключительного напитка который вы можете попробовать в городе магнитогорске